Довоенное законодательство СССР А при смягчающих обстоятельствах лишением свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества, те же преступления, совершенные военнослужащими, караются высшей мерой уголовного наказания, расстрелом с конфискацией имущества. Но несмотря на такую строгость закона, с началом Великой Отечественной войны в плен к армии Рейха попало около 3 миллионов 800 тысяч бойцов Красной Армии. Многие не могут простить Сталину слова «У нас нет военнопленных, есть предатели». Простить трудно. СССР не присоединился к Красному Кресту, тем самым он обрек пленных советских солдат на чудовищные страдания и гибель. Ведь в таком случае они не получали никакой продовольственной и медицинской помощи от международных организаций. Они полностью зависели от воли нацистов. А те могли кормить их, а могли и вообще не кормить. Вообще делать с ними все, что только им заблагорассудится. Разумеется, это решение советского руководства было преступлением, в первую очередь по отношению к тем, кто воевал за советскую власть. В плен попадали, оказавшись в безысходном положении, ранеными или заболевшими. Руки поднимали те, кто расстрелял все патроны и оставался в траншее под наведенными стволами. В плену оказывались те, кто не успел выйти из окружения. А когда корпус Гудериана шел со скоростью 50-60 км в сутки, выйти из окружения пешком было непросто. Руководство драпало на машинах. Все эти люди, готовые воевать за СССР, были преданы своими политическими руководителями. Но это совсем другая история. Было немало и тех, кто добровольно перебегал к немцам. Приказ Народного комиссара обороны номер 227 от 28 июля 1942 года «Ни шагу назад». Он определял. Отступающие с боевой позиции и без приказа свыше являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины. Даже 227 приказ не сильно пугал некоторых красноармейцев. Дезертиры все равно были. Рискованную и дерзкую операцию провела контрразведка СМЕРШ Брянского фронта в начале июля 1943 года. Называлась эта операция «Инсценировка измена Родине». Замысел операции заключался в том, что группа советских смелых подготовленных бойцов под видом перебежчиков, сблизившись с врагом, забросав их гранатами, отходила назад. Это должно было отбить охоту у немцев принимать группы перебежчиков. Управление контрразведки СМЕРШ Брянского фронта подготовило несколько групп военнослужащих-добровольцев, якобы желающих перейти на сторону немцев. Главными критериями для отбора кандидатов являлись смелость, решительность и надежность. Причем в состав группы нередко входили военнослужащие из штрафных Род. Совершенно секретно. Одной из наиболее эффективных мер борьбы с изменниками Родине, в числе других, было проведение операций по инсценированию под видом групповых сдач в плен к противнику военнослужащих, которые проводились по инициативе Управления контрразведки СМЕРШ фронта под руководством опытных оперативных работников отдела контрразведки армии. Операции происходили 2 и 3 июня на участках 415 и 356 стрелковой дивизии с задачей, под видом сдачи в плен наших военнослужащих, сблизиться с немцами, забросать их гранатами, чтобы противник в будущем каждый переход на его сторону группы изменников встречал огнем и уничтожал. Для проведения операции были отобраны и тщательно проверены 3 группы военнослужащих 415 и 356 стрелковой дивизии. В каждую группу входили 4 человека. В 415 стрелковой дивизии одна группа составляла из разведчиков дивизии, вторая из штрафников. В состав группы были подобраны и тщательно проверены смелые, волевые и преданные военнослужащие из числа младших командиров и красноармейцев. 2 июня 1943 года группа разведчиков в 4 часа утра подползла к немецкому проволочному заграждению, а затем с поднятыми руками начинает бродить по линии заграждения в поиске прохода. Немецкие дозорные замечают группу и стали звать к себе, указывая на место, где был проход в заграждении. Два солдата с немецкой армией во главе с офицером вышли навстречу с дающимся красноармейцем. Когда дистанция между немцами и разведчиками Красной Армии достигала 30 метров, разведчики забросали гранатами подошедших немцев и без потерь вернулись обратно. Все трое военнослужащих немецкой армии погибли на месте, а отход группы разведчиков поддерживался огнем вспомогательной группы. В то же время на другом участке фронта группа бойцов из штрафного батальона Красной Армии направилась к таким же заграждениям. Приближаясь к немецким позициям, четыре человека с поднятыми руками подошли к проволочному заграждению. У одного из солдат Красной Армии был белый листок бумаги в руках, который по замыслу должен был символизировать немецкую агитационную листовку. Группа подошла к немецким траншеям. Там находилось около 20 немецких солдат. На расстоянии около 30 метров группа забросала траншеи гранатами. После того, как гранаты закончились, группа стала отходить. Отход группы поддерживала артиллерия и минометы. При отходе два красноармейца получили ранения, но тем не менее остались в строю. Были и другие группы с подобными задачами. Все справились на отлично. Со штрафников сняли судимости, наиболее отличившиеся были награждены орденами. Высокую эффективность операции «Измена Родине» невольно подтвердили сами немцы. В гитлеровских пропагандистских передачах на линии фронта теперь звучало «Избегайте перехода группами, так как группы будут уничтожаться. Переходите одиночками». Появление групп изменников с гранатами противнику сильно не понравилось. Успех этой операции помог значительно снизить количество перебежчиков в будущем. Как раз перед началом наступления многие переходили линию фронта, не желая погибать под огнем пулеметов. В 1943 году Красная Армия проводила множество наступательных операций, в которых каждый человек на счету. Сразу вспоминаются слова из одной песни. «Враг навсегда остается врагом. Не дели с ним хлеб, не зови его в дом. Даже если пока воздух миром запах, он хотя и спокойный, но все-таки враг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова